Важнейшим медийным событием минувшей недели была встреча Хабирова то ли с народом, то ли с журналистами. В последний момент формат мероприятия был сменен с классической пресс-конференцией на непонятную прямую линию общения с главой региона. Хабиров отчаянно подражал Путину, и съемки, собственно, начались до мероприятия с проходки по ЦУРу. Хабиров глубокомысленно рассуждал о том, как он волнуется или не волнуется, что это его работа или не работа, и бла-бла-бла. А остановившись в центре ЦУРа, Радий Хабиров сказал буквально следующее. «Здесь есть традиция бить в гонг, когда что-то хорошее сделают. Я еще ничего хорошего не сделал, но в гонг ударю». Конец цитаты. Это был первый пример того, как подсознание выдало нам сущность Радия Хабирова во время этого мероприятия. В последующем несколько раз это самое подсознание выскакивало из него и бежало впереди. Но вообще, с точки зрения понимания, кто такой Радий Хабиров, понимания его личности и сущности, это мероприятие, пожалуй, что за все три года было важнейшим. А предыстории все-таки был, как обычно, скандал. Три СМИ первоначально не допустили до участия в мероприятии. Это Правда ПФО, ПРУФ и РУ и какая-то, не помню, какая екатеринбургская компания. Потом опомнились, вспомнили, что Правда ПФО совсем недавно присягнула на верность Белому дому, и Андрея Иванова пустили в зал. Екатеринбургцам это не больно-то и нужно было, а вот ПРУФ и РУ реально обиделись. Официально прозвучало, что в зале нет мест, на всех не хватило. Однако, визуально было видно, что в зале есть семь пустых кресел во время всего мероприятия. Да и, в общем-то, обилие той швали, которую натолкали в зал, вполне себе позволяло очистить место для настоящих журналистов. Однако не случилось. В очередной раз процитирую Наташу Павлову, которая на это очень метко и едко заметила, что любая глава в Республике Башкортостан в конечном итоге превращается в Рахимова. Именно с Рахимова началась традиция недопуска журналистов на официальные мероприятия. Эту традицию продолжил Хамитов, вот теперь Хабиров. Но было бы странно, если бы Хабиров не превратился в Рахимова. Примечательно, что мероприятие это состоялось день в день, ровно через два года после выборов самого Хабирова на пост главы Республики Башкортостан. Именно 8 сентября 2019 года состоялось голосование. Мы помним, что 82 с лишним процента проголосовали, как бы проголосовали за Хабирова. Вот теперь мы пожинаем плоды этого выбора. Невнятность и неопределенность формата мероприятия само по себе породила то, что журналистов на этом мероприятии превратили в статистов. Рассадив их кружком, им была доверена роль, в общем-то, декораций, время от времени, которым разрешалось задать тщательно отрепетированный вопрос, хотя была и парочка неожиданностей. О них чуть позже. За 4 часа пресс-конференции Хабиров выдал такое количество перлов и высказываний, что меркло в глазах и звенело в ушах. Вот эта смесь Жванецкого и Жириновского, конечно, это было очень неожиданно. Но давайте теперь по темам пойдем, потому что так или иначе все-таки мероприятие было структурировано. Говоря о транспортной реформе, которую затеял Хабиров в самом начале своего правления, Радий Фаритович сказал буквально следующее. «Я пытался найти себе партнеров среди перевозчиков. Давайте работать на наших условиях. А кто не с нами, то здесь не будет работать». Конец цитаты. Отмечаю для вас и для себя вот это слово «себе». Радий Фаритович у нас занялся перевозкой населения, новый бизнес. Также хочу напомнить, что к Новому году, к 1 января 2022 года, Хабиров гарантирует нам, что на улицах Уфы не будет ни одного пазика. Ну, посмотрим. Подытожил тему общественного транспорта. Хабиров и вовсе следующей фразой. «Этот Техас мы будем причесывать». Говоря в общем о системе управления в Республике Башкортостан, Хабиров произнес следующую фразу. «Пока мы настраиваем систему». Вот здесь позвольте задать вопрос, Радий Фаритович. А не затянулся у вас процесс настройки? Три года вы без малой, без пары недель, вы руководите, управляете Башкирией, выворачиваете ее наизнанку и вытряхиваете, и все еще настраиваете систему. Позвольте полюбопытствовать, как говорит госпожа Прочаковская, а сколько времени вы собираетесь нас здесь осчастливить своим присутствием и настраиванием своей системы? Не пугайте нас, пожалуйста, Радий Фаритович. Не обошлось и без неприятных тем, но Хабиров отчаянно упрашивал всех подождать. Приведу список того и тех, кому, по мнению Хабирова, нужно подождать светлого будущего, который наступит буквально вот скоро, видимо, после того, как он настроит систему. Футболистам футбольного клуба Уфа нужно еще подождать, потому что он все-таки договорился, 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 непонятно с кем и о чем, но нужно подождать. Жителям Стерель-Тамака, оставшимся без инвестиционных программ Соды, нужно подождать, потому что у Соды рекордная прибыль, и нужно подождать. Где тут связь, непонятно. Жителям Нефтекамска, у которых был сорван, провален срок сдачи строительства школы, новой школы в городе, тоже нужно подождать, еще немножко подождать. Ну, вообще, бессовестные жители Нефтекамска населяют этот городишко, им устроили такой, забабашили прекрасный праздник. Привезли Элвины Грей, Ахмадинурова, Шехудинова. Все пели и прессали, а они, видите ли, еще и школу хотят. Надо подождать. Улица Комсомольская, тут Хабиров даже не сказал, что нужно подождать. Он тут сказал вовсе, ничего не обещаю. В общем, всем надо подождать, а вот хоккеистов хоккейного клуба Салават Юлаев, Хабиров и вовсе обрадовал тем, что в Уфе почему-то пройдет чемпионат под зюдо. Про Куштау на этом мероприятии Хабиров говорил много. Честно говоря, меня вот это удивило. Первая цитата следующая. «Я совершил ошибку, я думал неправильно, мы были в разлад с большей частью населения». Конец цитаты. Ну, это тот самый редкий случай, когда Хабиров вообще признает, что он может быть неправ. Наверное, на пальцах одной руки можно посчитать случай, когда он признал какую-то свою ошибку. Вообще, величие и непогрешимость Хабирова, они зашкаливают. Соответственно, вот отмечаем про себя, что это так. Следующая цитата о Куштау. «Последствия Куштау нужно лечить. Ничего неизлечимого не бывает». Конец цитаты. Ну, тут я смелю расстроить вас, Радзи Фаридович. На самом деле, действительно, бывают и неизлечимые болезни, и непоправимые процессы. Это во-первых. А вот во-вторых, судя по тому, что никто из ваших сподвижников, соратников и тех, кто учинил это безобразие на Куштау, не ответил за эти деяния, многие из них еще и были повышены в должностях, судя по этому, они, в общем-то, и не несут прямой ответственности. А зачинщиком всего этого мероприятия были вы сами, Радзи Фаридович. Потому с вас и спрос, вас и надо лечить. Вообще, об этом тоже зашла речь. Когда упомянули, что есть версии о том, что сам Хабиров вот это все устроил, чтобы отжать предприятие в федеральную собственность, Хабиров, начиная отвечать на вот этот вопрос, запутался. И, собственно, тут второй раз подсознание его очень подвело. И он сказал, что если бы это он организовал вот эту историю на Куштау, то он бы даже гордился собой. Но, увы, это не так. Ну, судите сами, в общем-то, о подсознании Хабирова. Тут действительно оно вот много раз выдавало его истинные мысли. Как бы не прятал свою сущность Хабиров за ширмой приличий, периодически подсознание являло нам истинного Хабирова на этом четырехчасовом мероприятии. Завершая разговор о Куштау, Хабиров сказал, Куштау нам сильно под ножку поставило, но мы поднимемся, поднимемся. Как-то так очень с надеждой заявил Хабиров. В общем, конечно, переживает человек. Продолжая подражать Путину, Хабиров явил ряд чудес на этом мероприятии. В числе этих чудес была связь с врачом из красной зоны, из ковидного госпиталя Стерлитамака. Впрочем, связь не задалась, ничего не было слышно, но женщину врача было видно, все ее горячо благодарили. А потом из далекой деревни, из глубины сибирских руд, раздалось «хочу выразить огромное спасибо». Звонил какой-то мужик из деревни, в которой появилась сотовая связь. Впрочем, эта сотовая связь есть в радиусе 150 метров вокруг сельсовета. Вот такое достижение в 1921 году явил Хабиров. В общем, все счастливы, хлопали в ладоши. Прочаковская плакала. Вообще, вела она себя, конечно, безобразно. Завывала, без конца подвывала. Что-то такое, со слезами, как обычно в голосе. Просила разрешения задать вопрос. Ну, в общем, модерация была совершенно чудовищная. Упоминая WorldSkill, Хабиров вообще высказал совершенно чудовищную фразу. Я ее тоже приведу дословно. Вообще, очень много цитат Хабирова сегодня. Звучит она следующим образом. Говоря о победе башкирской команды, она заняла второе место, по-моему. Хабиров сказал следующее. Когда чувствуешь вкус крови своих партнеров, хочется идти дальше. Конец цитаты. У меня сразу вопрос. Радий Фаридович, может быть, в этом дело, может быть, потому с вами никто дело не хочет иметь, ну, из серьезных партнеров и инвесторов, потому что вы почему-то этих партнеров пожираете или как минимум пьете их кровь. Вообще, у партнеров не принято пить кровь, Радий Фаридович. Вы как-то там со словами разберитесь. И вместо вот этой подвывающей Прочаковской, действительно, наймите себе хорошего, нормального консультанта, который будет вас готовить к таким серьезным мероприятиям. А то, заявляя о том, что вы периодически попиваете кровь партнеров, вы распугаете последних инвесторов из республики. Как я уже и упоминал, были и неприятные вопросы. Отдаю должное Руслану Валиеву, выпускающему редактору «Эхо Москвы» в Уфе, который задал вопрос о репрессиях, о политических репрессиях, которые происходят в республике Башкортостан. Отвечая на вопрос про Бигбаеву и Саитову, Хабиров сказал буквально следующее. «Порой слова совершают тяжелые поступки». Конец цитаты. Я в очередной раз усомнился в том, что Радий Фаритович действительно понимает смысл некоторых слов. Вот подобные фразы, они выдают какую-то серьезную лингвистическую проблему. Ну, я понимаю, что русский язык не родной. Я понимаю, что там какая-то долгая немецкоязычная среда еще была и прочее прочее. Но не до такой же степени. Также Хабиров, говоря вот об этой проблеме политических репрессий, сказал, что ему лично очень жалко женщин вот этих вот Саитову и Бигбаева. Но, как говорится, что делать? А вот, отвечая на вопрос про Дельмухаметова, Хабиров очень разволновался. Прямо было видно, как он задергался. Говоря о том, что он учился вместе с Дельмухаметовым в Турции, Хабиров отдельно оговорился, что учились они в разных учебных заведениях, и что уже тогда у Хабирова была масса претензий к Дельмухаметову, что по многим вопросам он был с ним категорически не согласен и спорит до сих пор. В общем, испугал этот вопрос Радия Фаритовича. Рассуждая о сущности власти и о попытках некоторых самовыдвиженцев самовыдвинуться в эту власть, Хабиров сказал абсолютно программную фразу, которую сейчас цитируют очень многие, не только башкирские издания. Вообще, конечно, очень неосторожную вещь высказал Хабиров. Цитирую дословно. «Власть всегда захватывается, и тот, кто ее захватил, никогда с ней не расстанется». Конец цитаты. Вот это представление Хабирова о власти выдает его сущность целиком и полностью. Именно так Хабиров видит власть и именно так себя позиционирует в республике. Нужно расстаться со всеми иллюзиями о том, что мы тут можем каким-то образом его подправить, где-то ему что-то сказать, а то и где-то переизбрать. Нет, Хабиров будет цепляться за власть, согласно вот этому своему тезису, до последнего и не расстанется с ней, пока его не лишат этой власти. По сути, подсознание Хабирова в очередной раз на этом мероприятии выдало нам его сущность. Сыграло, в общем-то, злую шутку с ним, потому что мог бы, в общем-то, и спрятаться за какой-нибудь цитатой из Конституции, что, мол, источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ и бла-бла-бла-бла-бла. Нет, Хабиров напрямую нам заявил, что власть захватывается, видимо, имея в виду себя и своих старших товарищей, и удерживается настолько долго, насколько это возможно. В этом же контексте Хабиров сообщил, что вопрос его преемника на посту главы Республики Башкортостан решает только Путин, что он, Хабиров, путинист, самый настоящий, что в Госдуму он пока не собирается, конечно же, как он сказал, и зачем-то он сказал, что он вообще-то госслужащий, а не пахам. Не знаю, зачем это было сказано, но это было сказано. Учитывая то количество коллег Радия Фаритовича из команды Ха, которые либо находятся под следствием, либо уже осуждены, либо находятся под арестом, пришлось поговорить о кадрах. Тут Радий Фаритович высказался не менее удивительно, чем ранее. Цитирую. Факт возбуждения уголовного дела для меня не является поводом для кадрового решения. Вот так вот Радий Фаритович оценивает деятельность своих подчиненных. Ну, то есть, пока наручники не одели, ты хороший товарищ и дельный работник. Так и хочется спросить, Радий Фаритович, а приговор для вас аргумент? Вот, например, приговор главе Кугарчинского района Янбаеву для вас аргумент для кадровых решений. Но и на этот вопрос Хабиров как бы вот заочно дискутируя со мной ответил. Цитирую. Пока суд не принял решение, ты еще не коррупционер, сказал Радий Фаритович. О как! То есть, пока суд еще не принял решение, ты хороший товарищ и дельный работник, повторюсь. Ответил таки Радий Фаритович на вопрос, почему в зале нет журналистов-пруфы.ру. И не стал Радий Фаритович кривить душой или питать всякую чушь, как это сделала его пресс-секретарка, а напрямую сказал следующее. Не приглашение – единственный мой способ защититься от хамства и лжи. Конец цитаты. Ну, давайте будем честны, Радий Фаритович, точно не единственный. Еще у вас есть негласный запрет на сотрудничество, на размещение рекламы в изданиях, загадочное исчезновение тиражей. Да, в конце концов, поджег типографии. Чем вам не способ? Дидос-атаки, веяние времени. Ну, Радий Фаритович, тут целый, в общем-то, букет методов, так что не стесняйтесь. А еще посоветуйте, Радий Фаритович, вот вы нашли себе способ избавляться от хамства и лжи, но посоветуйте нам методику, как нам избавиться от хамства и лжи, например, ваших лично и вашей команды. Потому что они ведь широчайшим потоком обрушиваются на нас с экранов, из радиоприемников и из всех прочих средств массовой информации. Вот как нам-то защищаться от всего этого? Так как беседа длилась больше четырех часов, поговорили на самые разные темы. И даже, в общем-то, на некоторые личные темы. Выяснилось все-таки, что Радий Фаритович читает книги. Оказывается, читает книги. У меня было подозрение, что он ничего не читает, потому что ничего не цитирует. И тут он полностью разрушил вот эти мои грязные домыслы. Хабиров сообщил нам, что его интересует из тематики в литературе это история Первой мировой войны и история крестовых походов. Ну, собственно, это, конечно, не очень-то литературные пристрастия, но все равно хоть что-то. Не назвал Хабиров авторов, которых он предпочитает в этих жанрах. Есть подозрение, что его любимый автор Вальтер Скотт, но это не точно. А еще Хабиров впервые процитировал хоть кого-то. Ну, кого-то из великих. Дословно. Не помню, кто-то там сказал, когда умер Ганди, поговорить-то не с кем стало. Конец цитаты. Радий Фаридович, вот вы говорите, что вы путинист. Самый, что ни на есть, настоящий. Да так себе вы путинист. Если вы не знаете, что фразу эту сказал никто иной, как Владимир Владимирович Путин. Так что учите матчасть, Радий Фаридович, отложите пока тему Третьего крестового похода. И срочно беритесь за изучение цитат великих современников. Многие потом ныли, что вот это бесконечное, нудное, длинное мероприятие с завываниями Прочаковской, что его невозможно было пересидеть. Некоторые мои коллеги сказали, что они не посмотрели до конца эту пресс-конференцию и так далее, и так далее. Ну и зря. Нытики вы вообще на самом деле. Вот представьте себе, что вы смотрели эти четыре часа не дома на диване с чипсами и пивком, а сидя в этом зале в ЦУРе с постоянно высунутым языком, потому что все время нужно быть наготове, потому что лизнуть нужно в нужное время. Поэтому не завидуйте, пожалуйста, Шамилю Валееву, которого удалось-таки лизнуть под самый занавес мероприятия. И Шамиль Валеев рассказал, как он представляет себе Радия Фаридовича у руля республики в 2029 году. Выглядело это настолько нелепо, что даже падки налезть Хабиров, и тот как-то растерялся и смутился. Ну, в общем, все познается в сравнении. Так что, сидя на диванчике, это мероприятие еще можно было пережить. В общем, вопреки стенаниям коллег, это мероприятие лично для меня было чрезвычайно познавательным. Я, пожалуй, ставлю точку в своем изучении Хабирова. Теперь я окончательно понял, кто этот человек. И, собственно, с ужасом понимаю, что нас ждет в дальнейшем. Ну, давайте спустимся с небес на землю и поговорим о земном. На прошедшей неделе Уфу оглушила новость о том, что, вероятнее всего, на некоторое время мы расстаемся с памятником Салавату Юлаеву, с этим символом Уфы и Башкортостана. Памятник пришел в негодность за многие десятилетия, когда он находится на этом постаменте. Конструкция обветшала и требует серьезного ремонта, в том числе требует демонтажа. Ну, был оглашен первоначальный план, что где-то там в 22-м году его снимут с постамента, куда-то переместят и начнут ремонтировать. Но примечательно здесь то, что недоверие к любым решениям властей в республике Башкортостан так высоко, что вот эта история тут же превратилась в скандал. Огромное количество размышлений и измышлений на тему необходимости, ненебходимости, заговора против башкирского народа и прочее, прочее, тут же появилось в медийном пространстве. Договорились до того, что существует какой-то тайный умысел унизить окончательно башкирский народ при помощи того, что сместят с постамента Салавата Юлаева и больше никогда его туда не вернут и прочее, прочее. Ну, естественно, очень много разговоров о том, что там собрались отмыть бабла на этом ремонте и вовсе это не обязательно делать. Ну, всякие там азаматы Галины начали рассуждать, ну, а диванные эксперты, они же разбираются в конструкциях крупных конных статуй, ну и так далее, и так далее. Вообще, вот именно это меня поразило, насколько охотно люди включились в дискуссию по вопросу, в котором совершенно не разбираются. Вот лично я не знаю, действительно ли необходимо демонтировать Салават Юлаева и ремонтировать его где-то на земле. Я слышал о том, что действительно есть проблемы с конструкцией. Пару лет назад я при помощи специального объектива фотографировал поверхность этого памятника, и действительно там есть дефекты и всякие дырки и проблемы. Но не знаю, есть ли технология ремонта без демонтажа. Еще раз, самым важным в этой истории является не то, что нужно памятник ремонтировать, а то, как на это среагировало общество. И еще одна маленькая история, маленькая, но очень некрасивая. Во дворе дома номер 49 по улице Зорге произошла очень неприятная история. Представители администрации Октябрьского района попытались, да, собственно, не попытались, а уже начали демонтировать гаражи инвалидов. Там есть несколько гаражей, в которых держат свои машины инвалиды. Так вот, без объявления войны, вернее, расклеив какие-то бумажные объявленицы на эти гаражи, представители Октябрьской администрации города Уфы тракторами подняли эти гаражи, установили их на бетонные блоки, видимо, с целью недопущения пользования этими гаражами, ну и в попытке надавить на этих несчастных инвалидов. Представители администрации, которые представились как Айдар Айратович и Альбина Ансаровна, фамилии мне неизвестные, заявили, что инвалиды обязаны предъявить документы на эти гаражи, там, какие-то документы на землю, а самое интересное, что эти документы существуют. Я-то тоже первоначально подумал, что это, ну, все та же история про незаконно установленные гаражи, а нет. Нет, оказывается, есть и договора, есть и какие-то документы на землю, но вот меня поразила хамство и решительность вот этих вот граждан, этих работников администрации, которые так безжалостно и так решительно, значит, наехали на этих несчастных инвалидов, причем прозвучала такая фраза, что в городе принято решение оставить гаражи только инвалидам первой группы. То есть вот, ну, если верить этим представителям администрации Октябрьского района, город принял какое-то гласное или негласное, совершенно бесчеловечное решение. Еще меня восхищает в этой истории, неприятно удивляет, наверное, вернее сказать, то, что именно в преддверии за неделю до выборов представители Октябрьской администрации вот такой демарш предприняли. Я обращаюсь к Сергею Плотникову, знаю его как человека, в общем-то, разумного, обращаюсь к нему с просьбой разобраться в этой ситуации, попытаться решить миром эту проблему, сначала посмотреть документы, а потом начать гнать туда тяжелую технику в бой. В общем, Сергей, попробуйте решить эту проблему миром. Люди и так обижены судьбой, ну, как говорится, не усугубляйте ситуацию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова